Уважаемые коллеги, наше время ожидания стекло. Давайте начнем наше мероприятие, которое посвящено сегодня иммуно-онкологии, в лечении рака легкого. У нас это замечательная тема и всегда не хватает неких знаний, подробностей. И наука и клинические исследования так быстро развиваются, что ухватить все и знать все и получить новое невозможно. Поэтому я предоставляю слово Сергею Львовичу Гутерову с докладом иммуно-онкология в лечении рака легкого. Прошу обратить внимание, что у нас есть строка для того, чтобы мы вопросы писали, а также можно в устной форме задавать вопросы. Пожалуйста, Сергей Львович, спасибо вам большое. Спасибо. Скажите, пожалуйста, мою презентацию выведут или мне показывать свою? Спасибо. Товарищи организаторы. Так. О, есть такое дело. Да, нам видно. Владивосток видит. Спасибо. Спасибо, глубокоуважаемые коллеги. Искренне вам благодарны за предоставленную возможность выступить перед вами. Мое сообщение посвящено именно комбинированной иммунотерапии в первой линии в лечении немелкоклеточного рака легкого. Вы прекрасно знаете, что иммунотерапия у диссеминированных больных немелкоклеточным раком легкого, подчеркиваю, с отсутствием активирующих мутаций, в настоящее время является одной из наиболее эффективных опций лечения. И вот я хотел показать развитие этой ситуации. Ну, во-первых, это применение иммунотерапии самостоятельно. Да, действительно, при высоком уровне PD-L1 пембролизумат вполне себе хорошо работает в первой линии лечения немелкоклеточного рака легкого. Еще более интересная тема – это комбинированная иммунотерапия, это два иммунологических препарата. Но в настоящее время в нашей стране зарегистрирован только один режим – это комбинация неволюмаба с эпилемумабом. Очень интересное направление – это комбинация иммунотерапии и химиотерапии с определенными сложностями и с определенными действительно бенефитами, которые может она принести. Собственно говоря, идея здесь в следующем, что необходимо попытаться преодолеть проблему раннего прогрессирования, которую ряд пациентов имеет в начале иммунотерапии, и, естественно, в идеале, если это экстраполируется в улучшении эффективности и отдаленных результатов. С точки зрения данной позиции, пожалуй, наиболее интересное на сегодняшний день опубликованное исследование – ЧЕКМЕИ-227. Обратите внимание, огромный набор пациентов, более полутора тысяч человек с отсутствием активирующих мутаций. Возможно было включение со стабильными метастазами в головной мозг. Ну и, естественно, четвертая стадия – рецидив. Пациенты были разделены на две группы в зависимости от статуса ПДЛ-1. Если более 1% считалось позитивными пациентами, то они вслепую были рандомизированы на три группы. Это на комбинацию неволумаба с эпилемумабом, либо самостоятельное применение неволумаба, что вполне оправдано для ПДЛ-позитивных пациентов, либо химиотерапия в зависимости от морфологии опухоли по выбору исследователя. И во второй части, обратите внимание, при отсутствии позитивного ПДЛ-окрашивания, пациенты также получали либо комбинацию неволумаба с эпилемумабом, либо опять-таки по морфологии химиотерапию в зависимости от нее, либо очень интересная ветвь – это комбинация неволумаба с химиотерапией, адаптированная по дозовым режимам. Независимыми первичными точками была выживаемость без прогрессирования, именно в первой части, там где была ПДЛ-позитивные пациенты, то есть выживаемость без прогрессирования при высокой мутационной нагрузке. Естественно, общая выживаемость при ПДЛ более 1%. Обратите внимание на нижнюю часть слайда справа, что пациенты в группе, получавших неволумаб с эпилемумабом и получавших химиотерапию, были прекрасно сбалансированы по исходным характеристикам болезни и, естественно, статусу обхоли. Достаточно любопытно. Посмотрите, что получилось. Эти результаты были представлены в прошлом году на АСКО и оценка общей выживаемости. Две группы. У тех пациентов, которые ПДЛ-позитивная группа, обратите внимание, насколько высока была медиана общей выживаемости, которая в этой популяции достигла 17 месяцев. По сравнению с химиотерапией, где результаты, кстати, тоже оказались для группы химиотерапии достаточно высоки, они составили 15 месяцев. Почему так много, совершенно понятно. Потому что на общую выживаемость влияет, соответственно, последующее лечение. Для ПДЛ-позитивных пациентов они получали ту или иную вариант иммунотерапии в качестве препаратов второй и последующих линий. Достаточно интересные были результаты в этой популяции, если пациенты получали неволумаб, но результаты были хуже, чем в комбинации неволумаба с эпилемумабом. При ПДЛ-негативных пациентов достаточно любопытные тоже получили результаты. Комбинация неволумаба с эпилемумабом дала по большому счету такие же медианы общей выживаемости, что и в группе, которые имели позитивное окрашивание. То есть, обратите внимание, 17,1 и 17,2 месяца. При этом, что для меня оказалось очень интересно, соотношение рисков. Для ПДЛ-негативных пациентов соотношение риска смерти, он оказался на 36% ниже, если они получали именно двойную иммунотерапию, а не химиотерапию. И всего, соответственно, на 21%, если имели ПДЛ-1 окрашенный пациент, ПДЛ-1 позитивный опыль. Собственно говоря, это говорит только об одном, что двойная иммунотерапия даже в случае ситуации ПДЛ-негативных пациентов в качестве первой линии дает лучшие результаты, чем химиотерапия, но, естественно, при прочих равных условиях. Более интересные результаты, которые в дальнейшем экстраполировались в нашу клиническую практику, это оценка выживаемости без прогрессирования болезни. Для ПДЛ-негативных пациентов здесь было все достаточно закономерно. И выживаемость без прогрессирования составила 5,1 месяцев, причем была примерно одинакова во всех ветвях исследования. Почему это случилось? Ну, соответственно, примерно те же цифры были и в популяции ПДЛ-негативных пациентов. Обратите внимание, за счет чего это случилось? То, что порядка 45% имели прогрессирование болезни в ранние сроки. Обратите внимание, сливаются кривые, как и для ПДЛ-позитивных, и для ПДЛ-негативных пациентов. Что, соответственно, и привело к тому, что получили достаточно невысокие выживаемости без прогрессирования болезни. Причем, обратите внимание, абсолютно сравнимые с данными, которые были получены при назначении только химиотерапии в качестве первой линии. Соответственно, отсюда и возникла проблема. Что делать с этими больными? Ведь 45%, согласитесь, это очень много, по разным причинам имели прогрессирование болезни, причем в ряде случаев, потому что они элементарно не успевали реализовать эффекты иммунотерапии. Соответственно, попытка как-то усилить режим двойной химиотерапии приходит в голову первая мысль, что может исправить ситуацию. Кстати, косвенно об этом говорит о том, что при ПДЛ-негативных пациентов, обратите внимание, выделена рамкой, комбинация неволюмаба с химиотерапией дала, собственно говоря, даже лучшие результаты, чем двойная иммунотерапия в группе ПДЛ-негативных пациентов, что очень любопытно. Обратите внимание, частота эффекта. А вот здесь все получилось достаточно интересно. Если пациенты в группе ПДЛ-позитивных пациентов получали двойную иммунохимиотерапию, то вероятность достижения эффекта у них объективного эффекта, подчеркиваю, составила 36%. И 27%, если тот же эпилемумаб с неволюмабом, давали в группе ПДЛ-негативных пациентов. И вот здесь меня несколько удивило. Очень высокие значения достижения частоты объективного эффекта у пациентов, которые для ПДЛ-негативных больных получали неволюмаб с химиотерапией. Практически 38%, что на 10% выше, если они получали либо химиотерапию, либо комбинацию с эпилемумабом и неволюмабом. Но что самое интересное, вот в этой части слайда, обратите внимание, если частота эффекта для ПДЛ-негативных пациентов составляла при комбинации неволюмаба с эпилемумабом 27 месяцев, то медиана сохранения эффекта была достаточно высока, составив 18 месяцев, что достаточно много. Более высокие значения частоты достижения объективного эффекта у ПДЛ-негативных пациентов при комбинации неволюмаба только с химиотерапией дала более высокую частоту достижения эффекта, но эффект не сохранялся. Соответственно, это говорит об том, что не хватает лечебной эффективности режима для того, чтобы высокая частота достижения объективного эффекта в дальнейшем реализовалась в его сохранении. И вот, что самое интересное, по большому счету, надо добиваться эффекта в первые 6 месяцев. И вот отобрали группу пациентов, у которых был эффект в течение первых 6 месяцев, и обратите внимание, как все красиво получилось. Если они имели объективный эффект, что комбинация неволюмаба либо с эпилемумабом, либо только неволюмабом при ПДЛ-позитивных пациентов имели примерно одинаковое значение. И 42 месяца пережили, соответственно, 70 и 63%, естественно, меньше для химиотерапии. Для ПДЛ негативных пациентов, обратите внимание, комбинация неволюмаба с эпилемабом имела явный выигрыш. 42% пережило 82%. А если они получали только неволюмаб, соответственно, в комбинации с химиотерапией, то результаты были, по большому счету, в 2 раза хуже. 43% и опять-таки это свидетельствует о том, что мощности, извините за грубое слово, режима не хватает, несмотря на высокую частоту достижения эффекта, его, соответственно, сохранения. И здесь, наверное, более яркие позиции будут получены при двойной иммунотерапии в комбинации с химиотерапией, о чем я поговорю немножко дальше. Ну а для сравнения, если первые 6 месяцев было достигнуто только стабилизации, результаты оказались в 2 раза хуже, что для ПДЛ позитивных пациентов, верхняя часть рисунков, что для ПДЛ негативных пациентов. В 2 раза меньше переживают сроки пациентов 42 месяца. Соответственно, если они имели раннее прогрессирование, то результат совершенно плачевный, причем во всех 3 группах пациентов, вне зависимости от варианта лечения. Отсюда вывод, надо попытаться достичь эффекта именно в ранние сроки, как минимум стабилизацию болезни, а еще лучше объективный эффект. Поэтому было показано в данной исследовании, что комбинации пилимумаба с неволюмабом при сравнении с химиотерапией дают четкое преимущество в эффективности и частоте достижения объективного эффекта, при этом вне зависимости от морфологии статуса ПДЛ-1. При ПДЛ-1 более 1%, действительно, это тоже изучалось, преимущество выживаемости без прогрессирования было только при высокой опухолевой нагрузке опухоли, которую оценивали более 10 мутаций на мегабазу. Соответственно, ключевая проблема – это проблема раннего прогрессирования. Потому как и было показано в этом исследовании, что добавление к иммунотерапии неволюмабом химиотерапии, возможно, улучшит ранний контроль болезни за счет более высокой частоты эффекта. Соответственно, логично было инициировать исследование комбинации неволюмаба с пилимумабом и химиотерапией. Но, как вы понимаете, здесь возникала проблема токсичности. И потому авторы пошли по очень любопытному пути. И это исследование 9ЛА, третья фаза, первая линия лечения. Пациенты более 700 человек, естественно, не имеющих активирующей мутации АЛК либо РОС, АЛК, РОС и ГФР, соответственно, были стратифицированы по морфологии плоскоклеточного против плоскоклеточного рака. И слепую рандомизированы на две группы. Одна группа получала химиотерапию в зависимости от морфологии опухоли легкого. При этом была возможна поддержка пиметриксидом, но, естественно, для неплоскоклеточного рака. Во второй группе, были рандомизации один к одному, они получили, обратите внимание, дозаадаптированный режим. Всего два курса химиотерапии в зависимости от морфологии легких каждые три недели. Всего два курса на протяжении всего лечения. И комбинацию неволумаба с эпилемумабом. При этом обратите внимание на режим введения и дозировку. Это дозаадаптированный режим. То есть стандартная доза неволумаба 360 мг один раз в три недели. И в комбинации с эпилемумабом, который, в отличие от меланомы, выводился не только, не просто четыре введения, а один миллиграмм на килограмм с частотой введения один раз в шесть месяцев до прогрессирования болезни либо непереносимой токсичности. Достаточно любопытный адаптированный режим, чтобы максимально уйти от токсичности комбинации двойной иммунотерапии с химиотерапией. И была крайне амбициозная, главная критерия эффективности это общая выживаемость. Так, сейчас я его перелистаю. И, соответственно, результаты были также представлены на ПРО в прошлом году. И обратите внимание, достаточно любопытные результаты. Кривые в пользу двойной иммунотерапии в комбинации с двумя курсами химиотерапии общей выживаемости расходились в ранние сроки, ранее, чем в три месяца. И обратите внимание, общая выживаемость составила 15,5 месяцев против 11 месяцев, если пациенты получали химиотерапию. При этом обратите внимание на величину цензурируемых значений, то есть, возможно, результаты общей выживаемости в группе неволумаба с этилемумабом с двумя курсами химиотерапии будут несколько лучше, возможно. Но самое интересное здесь не это, а уровень хазертреша, то есть отношение рисков. И вот если пациенты получали двойную иммунотерапию с двумя курсами химиотерапии, то хазертреша отношение рисков создало 0,66, что, собственно, говорит только о том, на 34%, это больше, чем треть пациента, они получают, имеют вы ниже рисков смерти за этот период, если получают двойную иммунотерапию, и что достаточно тоже интересно. Соответственно, самое любопытное, это, конечно, поданализ общей выживаемости, который приведен на данном слайде. У меня еще осталось 3 минуты, но я успею. Обратите внимание, кто имели максимальный выигрыш. Ну, это, безусловно, все больные, а вот наибольший выигрыш среди них имели, соответственно, при ЭКОК 0, курильщики имели существенно больший выигрыш, чем не курящие люди, и пациенты, не имеющие метастазов в печени. При этом очень интересно, что если пациенты имели исходно стабильные метастазы в головной мозг, то выигрыш их был существенно выше, чем, соответственно, при их отсутствии, что тоже любопытно. В зависимости от морфологии. Ну, здесь как раз ничего нового не произошло, как при неплоскоклеточном, так и при плоскоклеточном раке легкого. Оба режима были достаточно эффективны. Результаты при плоскоклеточном раке были лучшие на сегодняшний день. Имеем данные о 24, медианы составили 15,5 для плоскоклеточного и 17 для неплоскоклеточного рака, при этом высокие уровни отношения риска в пользу, соответственно, пациентов, которые получали неволумаб с эпилемумабом. Самое интересное, пожалуй, в этом исследовании, что оказывается двойная иммунотерапия с двумя курсами химиотерапии эффективность ее с точки зрения медиан общей выживаемости не зависело от статуса ПДЛ-одинокрашивания. И вот видите левую верхнюю часть у ПДЛ-негативных пациентов, и в нижней правой части при ПДЛ более благоприятный вариант более 50%. Обратите внимание, на характер расхождения кривых он одинаков везде. И уровень хазартера, что 0,62 для 50 для ПДЛ-негативных пациентов, и если более, то 0,66. То есть, собственно говоря, данный режим был примерно одинаково эффективен вне зависимости, соответственно, от уровня ПДЛ. Любопытные данные по выживаемости без прогрессирования. Выигрыш имели пациенты при двойной иммунотерапии. Самое интересное здесь то, что процент раннего прогрессирования существенно уменьшился. Если вы помните, там было более 45%, то здесь порядка 38%. То есть, за счет добавления всего двух курсов иммунотерапии. Частота эффекта была тоже достаточно высока, составила 38% для двойной иммунотерапии и 25% для химиотерапии. При этом, естественно, эффект у пациентов, получавших двойную иммунотерапию, сохранялся существенно дольше, что важно. А безопасность, ну, без нее никуда. Обратите внимание, на первый взгляд, и это действительно так, что при минимальном периоде наблюдения в 19 месяцев, частота развития любых серьезных осложнений третьей-четвертой стадии выше, нежели при химиотерапии, что достаточно закономерно. Но при этом обратите внимание, что как причина смерти, это одинаковое значение, что для химиотерапии всего по 2%, так и для неволумаба с эпилемумабом. При этом, самое интересное о том, что посчитав медиану длительности лечения, она оказалась 6,1 месяцев при комбинации химиотерапии с иммунотерапией и ровно в 3 раза меньше, если пациенты получали только химиотерапию, что свидетельствует о том, что в принципе эти побочные эффекты были с точки зрения безопасности, хоть и значимыми, на них надо реагировать, но вполне корригируемыми. И чтобы заключить, а то я перебираю минуту, что в этом исследовании была достигнута главная цель, то есть было выше общая выживаемость в запланированном промежуточном анализе с высоким уровнем отношения рисков. Было улучшение эффективности по всем показателям оценки. Преимущество данного режима над химиотерапией не зависело от статуса PD-L1, при этом новых или необычных проявлений токсичности по большому счету не было, что понятно, всего два курса химиотерапии. Гипотеза была подтверждена, что лишний раз инвестрирует ранее расхождение кривых и низкая частота, более низкая частота раннего прогрессирования в настоящее время. Это адаптированный режим иммунотерапии неволумабом с имбилимабом и двумя курсами химиотерапии является опцией первой линии лечения, включенной в клинические рекомендации. Спасибо. Я на этом хотел бы закончить. Еще несколько минут для вопросов и ответов. Да, я готов. Коллеги, задавайте, пожалуйста, вопросы. У нас есть несколько минут. Сергей Леонидович, спасибо большое за ваш интересный доклад. У меня такой практический вопрос. Смотря на результаты этого исследования, где проводился анализ пациентов, точнее, разница у пациентов в зависимости от разного статуса педель и назначение им такой комбинированной терапии, у пациентов со статусом педель более 50%. Вы бы сами назначили бы в первой линии комбинированную иммунотерапию в сочетании с химиотерапией или же все-таки остановились, например, на опции пембролизумаба монотерапии первой линии? Спасибо, спасибо. Совершенно прекрасный вопрос. Мое личное мнение, наверное, остановился на самостоятельном припевании пембролизумаба с точки зрения развития побочных эффектов и хорошей переносимости режима. Наверное, по большому счету, я отталкивался бы от характеристик болезни у этого пациента. Если мне нужен более выраженный и более ранний эффект, то, конечно, двойная иммунотерапия с химиотерапией. Если пациент хоть и диссиминирован и достаточно торпидным течением болезни, то я бы назначил пембролизумаб. Понимаете, вся загвоздка именно в проблеме раннего прогрессирования, которое при прочих равных условиях этот пациент, если спрогрессирует на протяжении первых 3-4 месяцев, то результаты будут хуже. То есть большая опухолевая нагрузка, наверное, двойная комбинация. Небольшая опухолевая нагрузка и торпидное течение болезни, то, наверное, самостоятельно пембролизумаб. Но это мое мнение. Может быть, я и не прав. Еще интересно по поводу раннего прогрессирования. В этом исследовании проводился ли какой-то поданализ по критериям или факторам риска? Почему наступает раннее прогрессирование у пациентов? Спасибо за вопрос. Понимаете, оценка была совершенно четкая. Они определяли как и по модифицированным критериям меня стало плохо слышно. И по модифицированным критериям и рецист. Ну, прогрессирование было. Псевдопрогрессирование по большому счету при раке легкое все-таки редкие ситуации. Видимо, просто не успевало сработать. Либо зевали какие-то активирующие мутации. Даже не могу ответить четко. Поданализа не было. Возможно, он будет представлен в этом году, когда будут уже зрелые двухлетние результаты НАСК, которые мы ожидаем в ближайшие несколько недель. Тогда, безусловно, я отвечу. Пожалуйста, коллеги, задавайте вопросы. У нас еще есть 1-2-3 минуты. Пока коллеги думают, Сергей Львович, у меня такой вот чисто практический вопрос, хоть я сейчас и ушла напрямую от лечебной деятельности, но участвую в консилиумах, врачебных комиссиях. Если я видела тут слайд под анализом, я правильно поняла, у пациентов раком легкого и метастазами в головной мозг были несколько лучшие результаты. Можно ли сегодня, когда у нас нет других шансов рекомендовать пациенту данную схему лечения, если у него метастазы в головной мозг, а у нас нет иных шансов ему помочь? Спасибо, Людмила Ивановна, за вопрос. Здесь вопрос к чему? Что в данное исследование включались пациенты только со стабильными метастазами в головной мозге, те, которые не получали естественно стероидов, что вы прекрасно знаете, вы об этом много говорили, снижает эффективность проведения иммунотерапии, и потому наверное у больному имеющие активные метастазы в головной мозге, тем более требующие назначения стероидов, я бы начал с локального лечения. Ну а если нет, вообще ничего делать нельзя, понимаете, стероиды и назначение иммунотерапии все-таки наверное не лучшая идея, потому я бы остановился исходно сначала на локальном лечении, а потом бы назначал, да. Но если нечего делать, но я не уверен, потому что при нестабильных и безлокального контроля над метастазами очень короткая продолжительность жизни, к сожалению, у наших пациентов, тому может быть неоправданно назначение иммунотерапии в этой ситуации. Спасибо. Еще Анастасия Валерьевна хочет вопрос. Остальные, кто не успевает, можно задать вопрос в чате. Сергей, последний вопрос по поводу как раз коснулись темы гикокортикостероидов. Вот все-таки на ваш взгляд, да, вот наш практический взгляд химиотерапевтов проблема, да, когда мы применяем комбинацию химиотерапии с иммунотерапией, да, какую последовательность вводить нам данные препараты. То есть мы же проводим перед химиотерапией примедикацию и вот в этот же день мы можем вводить химиопрепарат или все-таки на следующий день лучше провести введение химиопрепаратов. Спасибо за вопрос. Вы прекрасно помните, что при анализе эффективности и неэффективности назначения добавления биоцизума, вопрос же был о том, доза, если 10 мг в сутки, то плохо работает иммунотерапия, если меньше, да, при прочих равных условиях, конечно, ну, по большому счету можно подобрать режим, чтобы максимально уйти от назначения дексаметазов, хотя перед платиной этот коротко, да, я бы на самом деле, наверное, разнес бы с учетом периода его полового введения. Особенно если вы применяете большими дозами при медикации, я разнес их введения. Спасибо большое, коллеги. А теперь мы представляем слово Альбине Сергеевне, она нам расскажет клинический случай, опыт применения комбинированной иммунотерапии в первой линии немелкоклеточного рака легкого. Здравствуйте еще раз, коллеги. Людмила Ивановна, спасибо за представление. Сергей Леонидович, спасибо большое за замечательный обзор. И я бы хотела поделиться нашим клиническим опытом о лечении пациентов немелкоклеточным раком легкого с использованием двойной иммунотерапии. Но что хотелось сказать, да, вот, конечно, преимущественно мы знаем, что пациенты, которые имеют драйверные мутации, они плохо отвечают на иммунотерапию. Поэтому мы будем говорить о пациентах немелкоклеточным раком легкого без драйверных мутаций. Ну и пару слов о эволюции первой линии терапии. Мы видим, что изначально, когда у нас была опция только химиотерапии, выживаемость наших пациентов по сравнению с симптоматической терапией давала прибавку всего лишь несколько месяцев. Дальше у нас появилась таргетная терапия, в дальнейшем у нас появилась иммунотерапия для пациентов с высоким уровнем экспрессии ПДЛ. Мы видим, как кривые уже значимо разошлись и они не перекрещиваются. А далее у нас появилась комбинированная иммунотерапия и сочетание иммунотерапии вместе с химиотерапией. Мы видим, как значимо расходятся кривые выживаемости у наших пациентов. Ну и изначально мы начинали использовать иммунотерапию, как и во всех вообще исследованиях бывает, в третьей, во второй линии терапии, потом в первой линии и в настоящий момент у нас есть возможность использования уже и в первой линии терапии, комбинированной иммунотерапии. Ну и если посмотреть, вот наши зарубежные коллеги провели анализ, какую терапию вообще получают в популяции пациенты. Около 30 пациентов с высоким уровнем экспрессии ПДЛ получают иммунотерапию, иммунотерапию. 60% пациентов получают химио-иммунотерапию и 10% пациентов получают только химиотерапию. Ну и что нам дает добавление еще одного иммунного препарата, такой как анти-CTL4 к чекпоинт-ингибиторам. Мы видим, что не все исследования оказались положительными, но самыми положительными оказалось два исследования, это чекпоинт-227 и чекпоинт-9ЛА. Ну и зачем мы исследуем комбинацию, Сергей Львович уже рассказал, что мы хотим поднять максимально кривые выживаемости наших пациентов на моно-иммунотерапию. Нам удалось достичь вот этого плата, хвостика, про который все говорят, но хотелось бы кривые выживаемости поднять еще выше и как раз с целью преодоления резистентности, повышения эффективности терапии используется комбинированная иммунотерапия и химиотерапия для преодоления ранней резистентности, нечувствительности терапии. Ну вот и что касается иммунотерапии, соответственно, у нас есть выбор либо моно-иммунотерапия для пациентов с высоким уровнем экспрессии ПДЛ, это химия-иммунотерапия, либо это использование комбинированной иммунотерапии. Что касается выбора первой линии терапии, на чем мы, из чего мы выбираем, на что мы ориентируемся? Мы ориентируемся на те симптомы, которые связаны непосредственно с самим пациентом и те, которые связаны с опухолью, те, которые касаются самого пациента. Это симптомность болезни, это опухолевая нагрузка, это статус курения у пациента, сопутствующая патология, наличие или отсутствие кровоохаркания, функциональный статус, наличие и отсутствие метастазов в головной мозг. Что касается опухоль, это гистологический тип, это молекулярно-генетические характеристики и уровни экспрессии педеи наш пациент это мужчина 63 лет который обратился к нам слабостью лихорадкой до 37 с половиной потливостью снижением веса и достаточно крупная первичная опухоль 82 на 74 миллиметра с инвазией крупные сосуды и наличие метастазов в левом надпочечнике известный стаж курения 40 пачка лет при этом нет выраженной сопутствующей патологии единственное что отмечает на себя внимание это снижение фракции выброса до 50 ну соответственно у него не было предшествующей терапии нет кровохаркания и кокс статус у него 1 гистологический тип нам гистологи написали не мелкоклеточный рак легкого без уточнения фенотипа то есть мы не знали аденокарцинома или это плоскоклеточный мы выполнили ему из все молекулярно-генетические характеристики такие как роз брафа илка хер 2 и gfr к раз и нет активирующих мутации у него выявлено не было и уровень экспрессии PDL у него оказался низкий ну и как я уже сказала мы выбираем для пациентов с низким уровнем экспрессии PDL у нас есть возможность выбрать либо комбинированную иммунотерапию либо химию иммунотерапию при этом мы видим что для комбинированной иммунотерапии в сочетании с химиотерапией есть ассоциация с улучшением выживаемости у пациентов с длительным анамнезом курения поэтому как уже и написано в рекомендациях соответственно для нашего пациента мы могли выбрать терапию комбинированную иммунотерапию с химиотерапией и уже сергей львович сегодня показывал этот слайд что у пациентов независимо от гистологического типа отмечается увеличение общей выживаемости напомню что у нашего пациента диагноз звучал как просто немелкоклеточный рак легкого и с уровня экспрессии PDL мы видим различные исследования сочетая исследование комбинированной иммунотерапии едва исследования иммунотерапия вместе с химиотерапией независимо от уровня экспрессии PDL мы видим популяции при этом для исследования изучающего комбинированную иммунотерапию с двумя циклами химиотерапии исследования чекмейт 9 и лей мы видим что двойная иммунотерапия значительно увеличивает общую выживаемость и 63 пациента живы через год терапии но и действительно добавление химиотерапии два цикла перед началом иммунотерапии они позволяют преодолеть ранние резистентные улучшают контроль над заболеванием этим и тем самым влияют на выживаемость без прогрессирования таким образом нашего пациента гистологический тип не имел как леточный рак легкого но по большому счету нам нужно это знать для выбора химиотерапии у него отсутствуют драйверные мутации уровень экспрессии PDL низкий и пациент курильщик 40 пачка лет мы назначили пациенту химии иммунотерапии пилимумап неволумап и два цикла химиотерапии и уже после двух циклов мы увидели уменьшение объема опухолевой массы полный регресс метастазов надпочечники таким образом после четырех циклов у пациента зафиксирован частичный регресс опухоль уменьшилась на 43 процента и с учетом того что пациента такое отмечено уменьшение опухоли он продолжает комбинированную иммунотерапию на самом деле мы обсуждаем вопрос о проведении пациенту лучевой терапии ну и конечно же встает вопрос о нежелательных явлениях с учетом того что помимо иммунотерапии у нас комбинированная иммунотерапия да еще и с химиотерапией но мы видим что нежелательные явления которые ассоциируются с химиотерапией такие как они менее тропине больше в группе химиотерапия при этом что касается осложнений третьей четвертой степени то они возникали достаточно редко на комбинированной терапии ну и что касается именно осложнений связанных с комбинированной иммуно химиотерапии осложнения третьей четвертой степени преимущественно касались желудочно-кишечного тракта и изменений печеночных показателей ну вот таким образом мы видим кривые выживаемости без прогрессирования наш пациент который продолжает настоящий момент комбинированную терапию но мы надеемся что у него тоже будет продолжаться длительно хороший эффект с учетом того что мы знаем что пациенты которые достигли ответа на иммунотерапии ответы сохраняются длительно ну и конечно вот то что я сказал что на комбинированной терапии отмечается увеличение частоты и длительности ответов на терапию которые сохраняются достаточно долгое время и действительно очень интересный факт касающийся пациентов с поражением головного мозга оказалось что пациенты с наличием метастазов головной мозг имели лучшую выживаемость по сравнению с теми пациентами которые были без метастазов головной мозг ну и еще один наш пациент это пациент 52 лет он обратился к нам с выраженной отдышкой кашлем слабостью известно что пациент никогда не курил фракция выброса здесь у этого пациента уже 46 процентов у него не было кровохаркания и кок статус был 2 за счет гидроторакса и гидроперикарда метастазов головной головной мозге не было гистологический тип у пациента аденокарцинома значит изначально пациенту была выполнена фибробронхоскопия с биопсией и при цитологическом исследовании диагноз звучал как плоскоклеточный рак но при пересмотре гистологического материала диагноз звучал все-таки как аденокарцином таким образом диагноз у пациента звучал как аденокарцинома левого легкого t4n3m1 у пациента имелись метастазы в лимфоузлах средостения в лимфоузлах брюшной полости и метастазы в печени также у пациента имелся выраженный плеврит и перикардит пациент приехал к нам на сидячей каталке с выраженной дыхательной недостаточности и он даже не мог самостоятельно лежать в аппарате компьютерной томографии то есть в принципе исследование проводилось на боку потом в вынужденном положении потому что состояние пациента было достаточно тяжелое вот мы видим крупное опять же образование 82 на 46 на 87 миллиметров мы видим очаги мелкие очаги вторичного характера по обоим полям легких и таким образом диагноз у него звучал как опухоль воинфильтрат в корне левого легкого с метастазами в легких внутри грудных висцеральных лимфатических узлах лимфогенный канцероматоз метастазы в печени и левосторонний гидроторакс но опять же мы видим по исследованиям мы можем использовать пациенту либо комбинированную иммунотерапию с химиотерапией можем использовать комбинированную иммунотерапии и можем использовать химию иммунотерапии но с учетом того что у пациента были выраженные симптомы заболевания мы пошли по пути комбинированной иммунотерапии и два цикла химиотерапии и уже через два цикла мы увидели такую картину Мы увидели, что у пациента появились множественные очаги в печени, новые, но при этом у пациента не нарастал плеврит и отмечалась слабая положительная динамика по общему состоянию. Поэтому с учетом того, что однозначно оценить это как прогрессирование мы не могли, то встал вопрос, что делать дальше. Как расценивать этот ответ? Вроде первичная опухоль у нас уменьшается, но появляются новые очаги в легких. При этом есть слабая положительная динамика по соматическому статусу. И подумав над всеми этими вопросами, мы решили продолжить пациенту терапию. Суммарно мы провели 4 цикла и после 4 цикла мы увидели полный регресс метастазов в печени, уменьшение размеров первичной опухоли. И если на первом цикле у пациента стоял дренаж для эвакуации плевральной жидкости, то начиная с третьего цикла, больше эвакуация плеврита нам не требовалась, пациент полностью обслуживает себя самостоятельно в хорошем соматическом статусе и продолжает в настоящий момент комбинированную иммунотерапию. Что касается изучения геномных различных маркеров, как предикторов чувствительности, но, к сожалению, кроме уровня экспрессии PDL, по большому счету маркеров у нас таких нет. Конечно, не все пациенты отвечают на терапию, поэтому терапия, мы все считаем сейчас финансовую нагрузку не очень дешевая, поэтому мы должны, конечно, отбирать тех пациентов, которые получат максимальную пользу от нашей терапии, оценивать токсичность в финансовое время, поэтому необходимо действительно искать маркеры, которые нам помогут показать, что именно эти пациенты лучше всего ответят на нашу терапию. Ну и ведутся исследования по преодолению резистентности у пациентов, получающих иммунотерапию. Ну, спасибо большое за внимание и, может быть, есть какие-то вопросы. С нашей стороны есть очень интересный вопрос. Анастасия Валерьевна вам задаст этот вопрос. Любина Сергеевна, здравствуйте, спасибо большое за Ваш интересный доклад. Какие у нас сегодня доклады актуальные, актуальные вообще в нашей продвинутой медицине в онтологии подходом. Вопрос такой же, который задавал Сергей Львович. Как Вы относитесь, точнее, какую Вы последовательность используете именно в лечении пациентов комбинации химиотерапии и иммунотерапии? Что первое, разводите, разрядите ли Вы введение препаратов на два дня и выводите все в один день химиотерапии и иммунотерапии? И второй вопрос, это какую все-таки комбинацию химиопрепаратов используете? Ну вот, участвуют в данном исследовании, какая комбинация использовалась. Спасибо. Спасибо большое за вопрос. Ну, то, что касается примедикации, да, необходимости введения глюкокортикоидов и использования химио-иммунотерапии, то в исследовании это вводилось в один день. Поэтому, по большому счету, в общем пуле мы вводим тоже это в один день. Хотя, на самом деле, очень интересно было бы разбить и посмотреть, какая будет эффективность. Для вот второго пациента, которого я докладывала, что касается него, мы делали ему вообще несколько модифицированный режим, потому что он был в тяжелом соматическом статусе, поэтому мы ему сделали еженедельное введение химиотерапии, потому что мы боялись, что вообще ему будет тяжело перенести комбинацию, и вводили иммунотерапию на следующий день после химиотерапии. И напомните, пожалуйста, второй вопрос. Какая комбинация цитостатиков использовалась? Да, спасибо большое. Комбинация цитостатиков Мюшкина используется в зависимости от гистологического типа. Конкретно для этих пациентов использовалась поклитоксил карбоплотин. Но сейчас у нас есть пациент, который получает карбоплотин пиметриксет вместе с эпилимумабом и неволумабом. Спасибо, коллеги. Еще вопросы, пожалуйста. Мы не видим вопросов и в чате. Еще будет вопрос от Анастасии Валерьевны. Конечно, давайте. По поводу последнего клинического случая, там Вы говорили о том, что у пациента появились новые очаги метастатические в печени, но при этом уменьшилась опухоль. Это не расценивалось как истинная прогрессия, потому что новые очаги появились в печени, то есть тех, которых ранее не было? Или Вы немножечко неправильно поняли? Это был рост предыдущих очагов? Нет, Вы все правильно поняли. При этом публичная опухоль у него уменьшалась. При этом у него не было ухудшения по общесоматическому статусу, поэтому мы не расценивали это как истинное прогрессирование. Решили сделать еще одно введение в неплановую контрольную оценку, чтобы понять, что происходит. Но так как после еще одного введения, во-первых, общий статус соматический пациента улучшился, и при этом еще и на компьютерной томографии увидели исчезновение метастазов в печени. Хороший слайд показывали по поводу финансовой нагрузки, кому что выбрать. Скажите, пожалуйста, есть в Вашей клинике возможности назначать двойную иммунотерапию, химиотерапию пациентам, всем, кому она подходит или нет? И какое количество примерно пациентов Вы проводите на этой терапии? В настоящее время, допустим, в этом году или в прошлом году? Сколько пациентам удалось пролечить? Ну, смотрите, понятно, что в любом случае даже всем, кому бы нам хотелось назначить, наверное, в настоящий момент не получится этого сделать, потому что схема недешевая, и закупить всего, чего бы нам хотелось, к сожалению, наш комитет Минздрав не сможет подтянуть. И мы даже разговаривали с представителями нашего Минздрава, когда мы спрашивали, что вот это, вот это, вот в таких количествах, они говорят, ну, Вы же понимаете, не бывает так, что всем все и сразу. Но удается назначать, и в настоящий момент у нас эту терапию получают 7 человек. Я думаю, что будут назначать дальше, ну, будем назначать дальше, но понятно, что это будет не 100%. То есть мы стараемся все-таки хотя бы по клиническим параметрам отобрать тех пациентов, которые получат максимальную пользу от этой терапии. Мы тут дискутировали с Анастасией Валерьевной, она у нас сегодня идеолог химиотерапии и в онкодиспансерии в Приморском крае, это у нее служебные обязанности, я у нее на посылках, поскольку она очень грамотная и прекрасно подкована во всех деталях. И я задавала вопрос, проводим ли мы у себя на территории двойную иммунотерапию с химиотерапией у больных раком легкого. Нет, пока не проводим. И в связи с этим возник вопрос к СФГ, клинико-статистическая группа, для этой модели у нас принято, разработана или нет. Я вот прослушала, возможно. Да, она разработана как раз, поэтому с этого года мы и стали активно использовать, потому что как раз с этого года ввели. Спасибо. Есть у нас один вопрос в чате. Подскажите, пожалуйста, по токсичности режима двойной иммунотерапии плюс паклитоксал, плюс пиометриксет, какие вот особенности в вашей практике по токсичности встречались? Наверное, как вы пробовали бороться с этими ситуациями? Ну, если брать исследование само, то в исследовании токсичность – это преимущественно была желудочно-кишечная трата и повышение печёночных ферментов, как я уже говорила. А вот, допустим, наш пациент, который получает комбинацию пилимумаб-неволумаб-паклитоксал-пиометриксет, единственное проявление у него было, он уже получает четвёртый цикл, это кожная токсичность первой степени, видимо, связанная, скорее всего, с пиометриксетом. Если ещё до того, как начали лечение, или уже после того, как развились эти симптомы? Потому что мне попало в руки пособие по борьбе с кожной токсичностью, там прописано, что назначая препараты с кожно-токсичным действием, мы должны начинать мероприятие по профилактике токсичности до того, как мы начнём глухимию иммунотерапию. У него развилось после первого цикла, и он не очень соблюдал режим приёма фолиевой кислоты, витаминов В12, поэтому мы связали, что, скорее всего, это всё-таки связано с пиометриксетом, потому что к следующему циклу это всё восстановилось, он уже начал принимать всё как положено, и больше повторений сыпи не было. Уважаемые коллеги, у нас есть ещё немного времени, чтобы вы могли задать вопросы как по микрофону, так и в чате. Альбина Сергеевна, ещё такой вопрос. Пациенты, которые у вас получают двойную иммунотерапию с химиотерапией, у них программа лечения составляется каким образом? Четыре введения неволомаба с эпилемомабом, а потом в сочетании с химиотерапией, а потом поддержка химиотерапией, или до какого периода они получают иммунотерапию в сочетании с химиотерапией? Эти эпилемомабы можем максимум четыре введения сделать, дальше, соответственно, должны корректировать. Здесь несколько другой режим введения. Здесь эпилемомабы получают два цикла химиотерапии, получают эпилемомаб, неволомаб в комбинированном режиме после химиотерапии до прогрессирования неприемлемой токсичности или минимум два года при сохраняющемся эффекте. И там введения чередуются, то есть вводится неволомаб, эпилемомаб вводится через раз, и дозы эпилемомаба и неволомаба там ниже, чем те дозы, к которым мы привыкли. Поэтому мы не видим выраженной токсичности у этих пациентов на фоне терапии. Да, понятно. Значит, сначала два цикла химиотерапии, а потом уже иммунотерапия с определенным интервалом. Уважаемые коллеги, учитывая, что вопросов нет, я хочу поблагодарить всех участников, вас, Альбина Сергеевна, вас, Сергей Львович, нам было очень приятно получить живое такое душевное общение с вами, выстроить диалог. И большое вам спасибо. Я думаю, что мы попробуем в этом году подыскать пациента. и, возможно, если мы будем встречаться еще раз, уже поделиться своим опытом, как вы реализовали возможность данной программы лечения. Спасибо большое. Спасибо вам всем большое. Спасибо и до свидания. Спасибо большое за приглашение, за вопросы. Спасибо за дискуссию. Спасибо. 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 Спасибо.